Итак, еще раз всем добрый день. Меня зовут Надежда Шекина, менеджер по развитию отраслевых решений компании 1SBITREX. Сегодняшний наш вебинар посвящен решениям 1SBITREX для медицинских организаций. Вначале несколько организационных моментов. Пожалуйста, напишите мне, видно ли мой экран и хорошо ли меня слышно. Видно и слышно. Хорошо, спасибо. Наш вебинар записывается. После обработки видеозаписи материала и видеозаписи вам придет на почту в виде рассылки. Также вопросы традиционно вы можете задавать на вкладке questions. Отвечаем мы в конце вебинара. Но если будет возможность, также мы можем и во время вебинара на какие-то вопросы останавливаться и отвечать по ходу доклада. Вебинар у нас будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу, мы присуждаем над темой эффективного сайта. Я расскажу об основных возможностях готового решения 1SBITREX в сайте медицинской организации. Во второй части наш партнер Евгений Мамаев, ведущий разработчик компании «Смени» покажет нам основные настройки готового решения. Мы разберем основные сценарии для настройки и покажем на практике, как достаточно быстро запустить проект благодаря готовому решению. Итак, начнем. Традиционно несколько слов о компании. Компания 1SBITREX – российский разработчик системы управления сайтами и корпоративными порталами на рынке с 2006 года. И на текущий момент у нас самая большая в мире партнерская сеть. У компании больше 10 тысяч партнеров, на платформе 1SBITREX работают больше 130 тысяч сайтов. Это подтверждает рейтинг iTrack среди платных тиражных систем управления сайтом – Content Management Systems. И как мы видим, по этому рейтингу платформа 1SBITREX занимает лидирующие позиции. С помощью платформы 1SBITREX можно создать сайты любого уровня, любой сложности. Это интернет-магазины, корпоративные сайты, корпоративные порталы, социальные сети, новостные сайты, в том числе сайты для медицинских организаций. Нашу платформу уже выбрали такие крупные компании, как Invitro, MedSibu, Здоров, SM-клиника и еще более 700 медицинских организаций различного уровня. Мы в прошлом году проводили исследования в Москве и изучали сайты медицинских организаций. Увидели очень странную картину, что даже в Москве для стационаров и госпиталов сайтов нету 46% учреждений. Та же ситуация с родильными домами и с диагностическими центрами. Конечно, ситуация не совсем нормальная в наш век интернет-технологии, когда все свои запросы, услуги, товары мы ищем через интернет, через поисковую систему. А тема здоровья, поиска хороших врачей, качественных услуг, она является одной из самых ведущих тем. Поэтому, конечно, сайт необходим, нужен, важен. Но кажется, что сайты это какие-то сложные технологии, термины определения. Действительно, технологий много, они постоянно развиваются, постоянно совершенствуются, но это никак не означает, что заниматься им не стоит. Я думаю, что все вы узнали Билл Гейтса, и когда-то он сказал свою известную фразу, что если вас нет в интернете, у вас нет в бизнесе. И действительно, сайт сейчас является дополнительным маркетинговым инструментом для решения определенных бизнес-одач любой организации, в том числе и медицинской. Но раз это маркетинговый инструмент, значит, он должен быть эффективным. И вот немножко, сейчас давайте с вами порассуждаем о том, что такое эффективный сайт, как создать этот эффективный сайт, и на что стоит обратить внимание при создании проекта или при развитии. Во-первых, сначала определяется, конечно, при создании любого проекта, открытии бизнеса, о том, какое уникальное предложение мы можем предложить на рынке. Чем мы лучше других, чем мы отличаемся от конкурентов, кто наши клиенты. То есть важно понять целевую аудиторию. Например, для клиник, которые работают и по полисам, обязательно в медицинское страхование оказывают платные медицинские условия, уже создаются разные группы пользователей. Для тех, кто получает бесплатные услуги, у них свои интересы, и им важно попасть к врачу быстро по своему полису и получить определенный спектр услуг. Платники, у них уже другие интересы, им хочется не стоять в очередях, им более комфортно, раз они оплачивают услуги. И, соответственно, также учитывать нужны интересы этой аудитории. Также можно еще привести пример, когда я тоже, когда отработала веб-студии, мы работали с клиникой. Вот клиника была ориентирована на бизнес пациентов, но у нее были для терапии, стоматологической клиникой, были умеренные цены. А вот на коронки протезированные цены были более высокие. Но у них были бесплатные консультации. И вот в ходе обсуждения администраторы нам сказали, что когда приходят пациенты на терапию, то бесплатная консультация им нравится, потому что доступные, цены доступные. Но пациенты, которые приходят на имплантацию, когда им говорят, что консультация бесплатна, а цены достаточно высокие у клиники, они ориентированы на пациентов бизнес-класса, они пугаются и говорят, что бесплатно, значит, здесь какой-то подвох, значит, что-то не то. То есть вот здесь как раз важно определить целевую аудиторию и учесть ее потребности. И определить, какие бизнес-задачи хотим мы решить и какие задачи есть у пациентов и пользователей сайтов. Есть прекрасная книга Стива Круга про юзабилити, про интерфейсы, про удобство сайтов, про навигацию, про то, какие есть основные разделы и элементы на сайтах и на что обратить внимание, как сделать, чтобы пользователю было удобно перемещаться между страницами, чтобы сайт не был похож на какой-то проект, на котором ничего не найдешь и ничего не понять, и можно потеряться, запутаться и уйти с сайта. И рекомендую прочитать, доступно и простым языком написано, и как раз здесь можно познакомиться с основными понятиями, определениями, что потом при заказе у партнеров, у подрядчиков вы могли тоже сказать свое веское слово и сказать, что вот это обратите внимание, а это мы не учли, а почему здесь те сценарии не описаны. Вот пример экрана. Раз мы говорим о том, что пользователям должно быть удобнее записи на прием к врачу, мы видим, что достаточно много цветовых оформлений, много пунктов, и в принципе пользователю сложно ориентироваться сходу и понять, что нажать, и еще нужно запоминать и обращать внимание на цвета. Те лица, которые страдают, например, дельтонизмом, они просто эти цвета не различат, и непонятно, какой эффект мы получим. То есть если такой интерфейс получился, то лучше, наверное, его доработать и поправить те моменты, которые здесь кажутся сложными и неудобными. Второй тоже важный момент – это дать как можно больше информации об учреждении, об оборудовании, о технологиях, и также опять выделять, как эту информацию подавать. Вот работая с клиникой, и также многие компании, которые занимаются юзабилити интернет-проектами, они рекомендуют создавать даже персонажей под свою целевую аудиторию. Причем эти персонажи делаются под каждую услугу. Вот, например, для отбеливания у нас было три персонажа – это Мария, Людмила и Иван. Мария была домохозяйкой, и ей в услуге отбеливания важно было, чтобы ей было не больно, чтобы это было не больно, красиво. У всех трех этих персонажей была задача красиво выглядеть, домохозяйки там рисоваться перед мужем, перед подругами. У Людмила была бизнес-леди, она в своем обществе должна была выглядеть на высоте, а Иван был артистом. И услуга отбеливания была всем важна. Но если Мария у нас боялась, Людмила хотела бы за свои деньги получить качественные услуги, чтобы действительно это было безопасно, чтобы не было каких-то побочных действий, а если есть противопоказания, то ей не сделали то, что ей вредно. А Ивану было важно, чтобы отбеливание дольше сохранялось, какие-то уникальные, возможно, оттенки, которые при работе на сцене выглядели более привлекательными. И таким образом контент на странице сайта мог выглядеть из разных групп, разных блоков. То есть про то, как это безопасно, про то, какие используют технологии, материалы, что есть противопоказания, есть там индивидуальные консультации перед процедурой, и про то, какие уникальные можно выбрать оттенки, получить там цвета и так далее. И тогда все три группы целевых аудиторий получают, каждый видит свою информацию, свои акценты, и таким образом он быстро находит, что ему нужно. Контакты. Почему у сайта этот показ? Я просто сама как-то искала в одной клинике контакты, я потратила на это три минуты. Это совершенно ненормально для интернет-пользователя. То есть нормально, я просто ради уже интереса, как айтишник, но нормальный пользователь, если он просто сразу контакты не видит, он с сайта уходит. И, конечно, если есть какие-то акции, скидки, специальные приложения, об этом нужно писать, это должно быть видно, это должно быть заметно, и действительно поможет прилечь дополнительных пациентов и обратить внимание на какие-то схемы, которые будут им более привлекательными. Кроме того, что писать для целевых групп определенных, есть еще один момент, что медицинские услуги очень сложные в названиях, много терминов, они непонятны пациенту. Вот тоже пример стоматологической клиники. Ну, если лечение кариеса понятно, хирургия понятна, а вот эндодонтия, парадонтология, ортопантомограмма уже как-то вызывает сложности. Когда у человека, например, болит десна, вряд ли он будет думать, что ему нужна эндодонтия, если он не специализирован в области названия услуг. Он будет думать, что, наверное, ему удалять нерв, лечить зубные каналы. Если исправление прикуса, то вряд ли он будет в голове дежащивать ортодонтия. То есть попроще писать. Если требуется по каким-то причинам или с точки зрения законодательства указывать именно официальные услуги, то, конечно, это можно делать, но в виде скобочков расшифровки обязательно на понятном языке. И страшные картинки. Сейчас они, конечно, еще встречаются на сайтах, встречаются достаточно часто, но многие владельцы интернет-проектов уже стали задумываться о том, что не стоит пугать пользователя. Понятно, что мы видим на экране сейчас прекрасную работу врачей и состояние до лечения и после лечения, как небо и земля. Но это для врача прекрасно выглядит, для пациента это страшно. Он просто увидит такую картинку, закроет страницу, и никогда в жизни потом не придет на сайт и вряд ли захочет идти к стоматологу. Вот. То есть делать более нейтральные изображения, не пугающие, щадящие и не отпугивать посетителей. Но даже если мы сделаем прекрасные интерфейсы, заполним их хорошим контентом, покажем красивую графику, и у сайта будет проблема, что он грузится долго, я думаю, что все сталкиваются с такой ситуацией, когда тебе там друзья прислали ссылку, вот какой-то там товар, какое-то что-то уникальное, приложение, ты быстренько открываешь сайт, и вдруг, раз, и он не грузится. Крутится колесико, ты сидишь, ждешь, ждешь, а у тебя время ограничено, и нужно уже там тебя зовут коллеги по работе, и ты понимаешь, что ты уже не сможешь ничего посмотреть, закрываешь сайт, но, соответственно, если это интернет-магазин, он теряет пользователя, а если это медицинское учреждение, то он также теряет пользователя, потому что не увидит какую-то нужную услугу, а может быть, какого-то хорошего врача рекомендовали, а сайт не открывается, ну и если это экстренно какая-то даже ситуация, надо очень быстро записаться, найти что-то, то с такой работой сайта, конечно, никто ничего не сможет сделать. Ну и чего точно не должно быть на сайтах, это сообщение о вирусах, о том, что в странице заражена, это просто недопустимо, и даже без специальных комментариев. И, резюмируя, мы подводим небольшой итог, что такое эффективный сайт, то есть это сайт, который является конкретной бизнес-задачей, и здесь важно также обратить внимание именно на свои бизнес-задачи, на конкурентов смотреть можно и нужно, но не копировать, потому что часто при создании проекта обращаются в студию, я хочу сайт сделать мне как у соседа, у них все красиво, все прекрасно, мне все нравится, мне почти точную копию, только немножко по-другому раскрасить. Работать эта схема не будет, потому что у соседа или у конкурента у нее своя аудитория, свои бизнес-задачи, у вас своя аудитория и свои уникальные бизнес-задачи. Задачи могут быть разные, это может быть и увеличение количества новых посетителей, это может быть и повышение стоимости бренда, это важная тоже задача обеспечения требованием законодательства, избежание проверок прокуратуры, также сайт можно использовать как инструмент для снижения затрат на административный персонал. Поскольку у нас пользователи сайта, это две большие целевые аудитории, совершенно разные, это пациенты и это администраторы, которые могут вести занятость на прием и отслеживать ее также на сайте. Для пациентов нам важно создать комфортные условия, обеспечить безопасную работу с ресурсом, а также таким образом мы поможем им сэкономить время на решение многих организационных вопросов. Мне нужно будет стоять в очередях, мне нужно будет каждый раз звонить, а кто-то, например, кто очень сильно занят по работе, у него нет возможности висеть на телефонах, ждать, ответить, не ответить, а если еще это колл-центр, и там тебя переключат на очередь, время ожидания 5 минут, с вами свяжутся в ближайшее время, естественно, не всем это удобно, у всех есть возможность так ждать. Когда сразу все можно сделать на сайте, то вполне удобно и комфортно. Для администраторов, в чем плюс использование сайта, это можно создать единую базу по клиникам, по филиалам, по всем. Если есть информационные системы, они есть во многих медицинских учреждениях, то обеспечив интеграцию с сайтом, создается единая база клиники. И это позволит снизить затраты на администратуру, и также важно обеспечить простое управление сайтом для администратора, для контент-менеджера, кто ведет этот сайт, потому что раз уж проект появился, то его нужно постоянно обновлять. Появляются новые услуги, появляются новые врачи, появляются какие-то спецпредложения у клиники, все это нужно оперативно обновлять на сайте и за всем этим следить. И, собственно, этапы создания сайта эффективно будут выглядеть следующим образом. Мы сначала ставим бизнес-задачи, изучаем проблемы пользователей, составляем основные сценарии, здесь тоже очень важно их обязательно прописать, не начинать, давайте мы сейчас что-нибудь нарисуем, что-нибудь мы запустим, потом разберемся, потом будет сложнее все переделывать, и по многу раз. Разрабатываем интерфейсы, собираем сайт, и тестируем потом на реальных пользователях. Это тоже важный этап, про него иногда забывают или опускают, но лучше протестировать. Вдруг что-то неудобно, непонятно, термины могут отпугнуть, или быть не так понято. Если нет возможности заказывать дорогие исследования, действительно стоят больших денег, но для крупных проектов это услуга возможна, для очень маленьких, которые только начинают стартовать, это может быть недоступно по средствам, но можно просто позвать своих пациентов, своих знакомых, друзей, соседей, все пользуются клиниками, все так или иначе являются пациентами, и просто посмотреть, получить обратную связь и что-то улучшить. И обязательно, конечно, проверить качество работы сайта, скорость. При выборе платформы, при выборе подрядчика тоже все эти требования нужно учитывать, то есть понимать, какие задачи. Если это просто готовое решение, мы разворачиваем, это одни требования, но также важно, чтобы партнеры или подрядчики были знакомы с этим решением, с нюансами. Если это интеграция с медицинской информационной системой, чтобы они знали вопрос интеграции, понимали, как это реализуется. Если это очень большие порталы, порталы регионов, где много клиник, то тут выбирать уже партнеров нужно, помимо всех прочих знаний, продуктов и проектов, чтобы у них был опыт работы именно создания высоконагрузочных проектов. Таким образом, на каждом этапе нужно все учитывать, как мы строим свой дом, мы тщательно все выбираем, спрашиваем друзей, знакомых, соседей, как бы сделать так, чтобы потом дом получился удобным, чтобы там было тепло, уютно, то же самое сайт. Это эффективный маркетинговый инструмент, и к нему нужно подходить как к созданию бизнеса. как создадим, так и будет работать. И продолжая нашу тему, мы поговорили про эффективный сайт. В самом начале познакомились с платформой 1SBITREX, и возникает вопрос, если есть платформа, на которой можно сделать все, что угодно, то зачем готовое решение. Но так как мы всегда рады обратной связи с нашими клиентами, мы в ходе общения получили такую информацию и пришли к выводу, что 95% задач для медицинских учреждений, они стандартизированы, большинство. И часть задач является уникальными. И поэтому мы поставили перед собой задачу облегчить нашим клиентам создание сайта, запуск проекта, позволить запустить это тем организациям, которым очень небольшой бюджет, или тем организациям, которым нужен большой, мощный функционал, но его постоянно нужно поддерживать, не всегда есть в клиниках специалисты, которые быстро смогут вносить какие-то изменения, поэтому мы хотели сделать удобный инструмент, который подходит совершенно для любого уровня проекта, любого уровня клиники. Это и взрослые детские поликлиники, медсоотчасти, медцентры, это и крупные коммерческие клиники, это и сетевые клиники, медпорталы, то есть совершенно любой круг, и таким образом у нас появилось готовое решение. Содерживают готовые майн-сервисы для врача и пациента, соответствуют требованиям законодательства. Мы при создании проекта учитывали определенные законы, чуть позже покажу отдельный слайд по ним. Платформа имеет сертификат в стек.рф, обеспечивает доступность всех сервисов с мобильных устройств, есть мобильная версия, версия для информата, и система проста для управления контентом. При разработке мы опирались на 8-й федеральный закон, на 323-й, 59-й, 152-й защите персональных данных, и еще на ряд приказов. Также мы постоянно следим за новостями в Министерстве здравоохранения, участвуем в выставках и следим за современными потребностями и технологиями. Сейчас очень активно обсуждается тема доступа пациента к своей истории болезни. Создаются специальные сервисы, приложения, где пациенту не просто, если в личных кабинетах он видит свои посещения, он видит количество оказанных услуг, если услуги платные, он видит свои чеки, но также ему важно, что сейчас все стараются сделать, мы тоже это поставили себе в план работы, именно чтобы пациент увидел в приложении и назначение. Это удобно, что когда он сходил к терапевту или еще к какому-то специалисту, ему выпили определенные лекарства, потом он этот рецепт потерял, или есть лекарства, которые нужно пить периодически, записи валяются по всей квартире, какие-то листочки там, или на рабочем столе, что-то потерялось, он запутался, а так всегда это будет другое, это будет приложение, это не потеряется. Теперь, сейчас я познакомлю уже с непосредственно, мы подошли к более подробному изучению готового решения и готового онлайн-сервиса для пациента. В состав решения входит интерактивная карта объектов, это специальный наш модуль, сервис онлайн-записи, видеоконсультации, оплата услуг на сайте и личный кабинет. Модуль «Один из битрикс интерактивных карт объекта» позволяет показать объекты на Яндекс.Картах и Google Maps, группировать их по категориям, подкатегориям, различные уровни вложения, показывать список объектов, детальную информацию, прокладывать маршруты до объекта, и также многие настройки вынесены в административную часть сайта, для того, чтобы любой контент-менеджер, не обладающий специальными навыками программирования, мог легко настроить внешний вид карты, добавить свои маркеры, обозначить цвета прокладки маршрутов, цвета линий, стиль инфоокон, настроить высоту карты, то есть все достаточно быстро, и просто делать сайта активной части, таким образом это упрощает работу с модулем. сервис онлайн-регистратура. Знакомая всем картина, ранным утром в поликлинике, раньше, чтобы попасть на прием, допустим, вечером к специалисту, нужно было в 6 утра занять очередь в поликлинике, потом почти штурман туда попасть, и наконец-то получить желаемый талон, потому что всю эту картину еще помнят. не везде она, наверное, еще до конца решена, но современные технологии, интернет-технологии позволяют уже уйти от этой проблемы, потому что появляются, конечно, онлайн-сервисы, электронные регистратуры, электронные записи, которые как раз разгружают и администраторов, и делают удобным для пациента записи. Он может из дома в любой момент записаться, и получить талончик, не надо никуда лететь. Можно выбрать клинику на карте. Если клиник несколько, если это филиал, если большая, сетевая клиника. Если клиника всего одна, то модуль карт можно использовать как средство для показа схемы проезда. Три основных сценария, которые мы поддерживаем, по специальности, по врачам, по услугам. Можно найти, если кто знает просто специальности, он пойдет на вкладку специальности, кто знает своего врача, он найдет врача с помощью фильтра, а кто знает конкретные условия, на которые ему нужно записаться, он также пойдет на вкладку услуги. Есть компактное расписание врачей, то есть все врачи по выбранным параметрам на одном экране. Встречались сервисы, когда, чтобы посмотреть расписание врачей, оно показывает расписание только одного врача. Это сработает для клиник, которые оказывают услуги по обязательному медицинскому страхованию, и где у пациента действительно прикреплено за ним всего, например, два окулиста, там один хирург, может быть, один терапевт, то есть, или два хирурга. Эта схема будет работать. Если это большой медцентр, где пациент может, в принципе, выбрать любого врача, и, например, будет 50 терапевтов, вот если показывать по одному терапевту, и ему нужно, например, на какое-то определенное число, там, 6 июня, то он будет смотреть всех этих терапевтов по очереди, чтобы найти, наконец-то, кого-то, у кого 6 июня свободно. Если он, в первых, трех не найдет, он уйдет. Никогда в жизни больше в эту клинику не вернется. Поэтому показываем, конечно, на одном экране. Мы поддерживаем различные типы записи, запись по талонам, живая очередь, запись на период, и также после выбора времени указываются свои контактные данные, можно зарегистрироваться, создать учтенную запись, и потом в личном кабинете уже увидеть свои талоны, свои назначения, посмотреть, задать вопрос, получить статус по этому обращению и отслеживать за ответами клиники. Также посмотреть перечень оказанных услуг, и все это доступно с мобильной версией. Вот так выглядит поиск талонов. Интерфейс уже не совсем самый современный, но мы как раз в плане работы у нас есть редизайн сайта. Сейчас мы уже посмотрим это на своевом проекте. И как выглядит этот сервис записи и основные разделы сайта. После мастер-установки, поскольку это готовый решение, готовый функционал, здесь уже настроены разделы, настроена структура сайта, создана. Есть демо-контент, то есть вы можете примерно посмотреть, что и как пишут, но все же за основу. Можно просто посмотреть, но писать все равно самим и улучшать, и улучшать, и улучшать. Так, чтобы ваши пациенты получали самый лучший контент. Есть уже готовые разделы о клинике, специалисты клиники, услуги, каталог услуг. Если есть платные услуги, то сразу стоимость показывается. Можно по фильтру найти услуги. И сервис записи на прием. То есть мы выбираем клинику. Можем посмотреть ее адрес, можем приложить маршрут и записываемся. Может быть мы уже знаем какого-нибудь своего врача. И можем записаться сразу к этому врачу. Выбираем время, и вдруг мы поняли, что мы что-то не то сделали. Мы можем на любой шаг откатиться, записаться еще куда-нибудь. И посмотреть уже всех доступных врачей. Для компактности расписания предусмотрено сворачивание и разворачивание времени, просто чтобы экономить место на экране. Ну и также выбираем талон. Проверяем, действительно, то ли мы выбрали. И заполняем данные. Внутреннюю почту я пишу имя. Так, пишем имя. Ну, часть проверок мы на тесте отключили. Вводим слова. С капчи-капчи отключаем. То есть мы просто пока показываем, что такая возможность есть. Сейчас тенденция, конечно, не усложняет жизнь пациенту и выбирать эти капчи. Но если нужна, то можно наставить. Время уже занято. То есть произошел такой сценарий, когда кто-то уже записывался на это время. Произошло, поскольку у нас решение интегрировано сниз, то произошла проверка в миссии. И вот сейчас мы попали в тот сценарий, когда время уже заняло. То есть пользователь, то есть таким образом есть защита от двойных записей в решении. Но мы запишемся тогда уже вместе с Евгением, который будет нам покажет настройки на какое-то другое время. Также, что еще можно важно обратить внимание для сервиса онлайн-записи, есть проблема борьбы с висящими записями. То есть когда просто в виде спама создают, занимает время, или кто-то занимает там себе много-много талонов. Вот здесь можно решать эти проблемы такими способами. От висящих записей, то есть давать запись только к своим клиентам постоянным, и доступ к записи через авторизацию. То есть случайных клиентов можно таким образом уйти. ограничить количество талонов, но для этого нужно сделать небольшую доработку, но также можно, чтобы действительно один пациент не занимал сразу 10 талонов. И можно записаться на любые услуги, выбрать любых врачей, и даже откатиться и выбрать другую клинику. У нас был вчера вопрос, нам в ВКонтакте написали наши клиенты, что им необходимо решение следующих сценарий. Первый сценарий – это записаться в конкретную клинику, конкретному врачу на конкретную дату. Этот сценарий мы видим, что сходу он решаем, действительно мы выбираем клинику, мы сейчас выбрали врача, выбрали конкретную дату. Второй сценарий – нужно было отфильтровать, записаться к врачу, и также отфильтровать его по клинике. У нас есть раздел «Специалисты», есть фильтр. Здесь пока что есть подразделение, то есть нужно будет просто добавить поле клиники и фильтровать сразу по нескольким полям. Пока этого нет в готовом решении, но если таких запросов будет много, мы готовы сделать. Если нет, то в принципе это могут сделать наши партнеры, либо разработчики. Любые время на эту разработку не потребуется, я думаю, что в районе недели-полторы, то есть это не больше, это доработка фильтра. И нас очень удивил вопрос клиента, который говорил, что подрядчик убеждал, что все эти сценарии просто невозможны в нашем решении, решение рассчитано всего на одну клинику. То есть это абсолютно не так. И просили об этом уделить время нас на вебинаре. Также еще один сценарий, который просили, это фильтрация по услугам и по клинике, но здесь также просто требуется доработка темных фильтров, и в принципе этот сценарий можно будет реализовать. Вернемся дальше к нашим услугам. Есть сервис видеоконсультации пациента на сайте с помощью протокола WebRTC. У нас есть свой мессенджер, один из Bittrex, он чем-то напоминает Skype, то есть можно осуществлять звонки, можно писать сообщения, обмениваться файлом в чате. Это очень удобно пациентам, которые находятся на одолечивании, например, им необходим часто контакт с врачом, но чтобы не бежать каждый раз в поликлинику, конечно, удобнее позвонить и получить консультацию, не уходя из дома. Также можно использовать сервис для расшифровки диагностических исследований, либо для консультации нескольких врачей по ведению конкретного пациента. Консультация онлайн, не нужно тоже бегать друг к другу по кабинетам, а если, например, в клинике 15 этажей, то пока кто куда-то добежит, уже, конечно, потеряется время. А так можно просто созвониться, быстро решить вопрос и продолжить свою деятельность. Протокол WebRTC доступен и поддерживается популярным браузером Google, Mozilla, Opera. И преимущество этого мессенджера, что не требуется установка дополнительных приложений, то есть пользователю ничего не нужно скачивать, с сайта прям доступен мессенджер и можно осуществлять звонки. А те, кто знаком с сервисом Windows 24, там тот же мессенджер, и с этим сервисом также можно познакомиться и скачав демо-версию медсайта, либо просто зайдя на b324.ru, и там тоже можно попробовать этот мессенджер, попробовать звонить друг другу. Еще один сервис, который сейчас тоже становится популярным, это оплата услуг на сайте. Есть, конечно, требование, что прежде чем пациент оплачивает, он должен обязательно подписаться в клинике договор. Это уже решается самой клиникой, то есть она в личном кабинете после заказа Талона, у пациента появляется статус «Заказано». После того, как он подписывает договор, статус Талона меняется на «Оплатить». Таким образом, ему доступна оплата, он может оплатить любыми способами, это Яндекс.Деньги, WebMoney, это с помощью карты, и даже с помощью квитанции Сбербанка у нас поддерживается, хотя этот вид платежей уже сейчас также становится все менее и менее популярен. Пациент может управлять заказными услугами в личном кабинете, посмотреть там все свои заказы, оплаченные чеки, или что ему еще нужно оплатить, и также это быстрые и безопасные платежи. Мы имеем интеграцию со всеми платежными системами популярными, и при оплате пациент уже уходит на сторону этих платежных систем. Также на сайте информация появляется о стоимости и какие врачи оказывают данную услугу. и талоны, то есть мы также видим, что разные статусы могут быть, талон подтвержден, и появляется кнопка оплатить, это после подписания договора, но может быть и отказан, например, врач командировки. Доступный сайт из любых устройств. Сейчас можно продолжить слова Билл Гейтса и сказать, что если у вас нет мобильной версии, то у вас нет бизнеса, поскольку 2013 год был переломный год, когда продажи мобильных устройств превысили продажи стационарных компьютеров и ноутбуков. Постоянно растет доля пользователей мобильного интернета, и сейчас уже проект без мобильной версии представить сложно, и даже можно сказать, что невозможно. Об этом говорят и поисковые системы. В частности, Google объявила о том, что она с 20 апреля пессимизирует сайты мобильной выдачи. Это означает, что сайты, которые не имеют мобильной версии, либо не имеют адаптации. То есть есть два пути создания мобильной версии, если немножко мы отвлечемся на технологии. Это адаптивный дизайн. Когда таким образом рисуется дизайн, и потом он собирается с помощью верстки, верстки, что при изменении разрешения экрана происходит перестраивание элементов. Но при этом удобство не теряется, и просто элементы организуются по-другому, и пользователь таким образом с любого устройства получает одну и ту же информацию, ему комфортно, он может попадать с мобильной версии на нужные кнопки, и не испытывает дискомфорта, когда он просто никуда попасть не может. Есть специальный сервер для веб-разработчиков Гугла, где можно вбить адрес сайта и проверить, соответствует ли он этим требованиям. В данном случае мы ввели наш тест и получили оценку отлично, что действительно все адаптировано и все хорошо. Поэтому те, кто имеет проекты, но еще не имеет мобильных версий, обратите внимание на этот вопрос. Если обязательно, конечно, на проекте должна стоять аналитика, и вы там сразу сможете увидеть, именно с каких устройств к вам приходят пользователи. Если это большинство мобильной версий, а у вас ее нет, то она обязательно вам нужна. То есть я думаю, что механизм поисковых систем Яндекса тоже меняется, и также этот фактор будет учитываться. Сейчас, наверное, значительно изменились механизмы поисковых систем. Если раньше это была закупка ссылок, если пару лет назад, можно было сделать непонятно какой сайт, непонятно как там что организовать, но закупиться ссылками и пробить ссылочной массой, и попасть в первые позиции в поисковую выдачу. То есть сейчас не так, сейчас поисковики смотрят, как мы видим, на качество контента, на разметку страницы, что правильно были организованы, если это говорить уже об HTML-разметке, заголовки, главный заголовок первого уровня, всего один должен быть на странице, второго уровня их там может быть два или три, ну и так далее. То есть уже технологические вещи. Сторона удобства, изобилийти, и вот уже мобильная версия. То есть действительно поисковики начинают следить за качеством проектов. Поэтому, естественно, все сервисы готовы к решению. Они доступны с мобильной версией. Это сервисы обучреждений, услуги специалистов, расписание врачей, личный кабинет. Это интерактивная карта филиалов. Запись на прием. Расписание врачей. Личный кабинет пациента. То есть все необходимые сервисы доступны. И сейчас я покажу, как они выглядят в мобильной версии. На секундочку представим, что это смартфон. Мы видим, что есть вся информация о клинике. Объявления. Допустим, специалисты. Можно выбрать какого-то специалиста. Посмотреть его контакты. И записаться на прием. Выбираем клинику. Можно посмотреть ее расписание детально, если есть. На данном случае нет. Приложить маршрут, может быть, до клиники. Мы видим, что маршрут построен. Нас устраивает все. И мы можем... А может быть, не устраивает. Мы выберем другую клинику. Немножко не туда нажала. Не страшно. И запишемся куда-нибудь на прием. В свободное время. Вводим контакты. И мы получаем талон, который потом можно присмотреть в личном кабинете. Таким образом, пользователь получает доступ с любых устройств. Есть еще одно устройство. Это инфикиоск. Сейчас оно также очень популярно. Оно позволяет разгрузить работу администраторов и создать дополнительный комфорт для пациентов. Например, у кого-то по каким-то причинам может не быть доступ в интернет. Или люди пожилого возраста, которые, может быть, не все уверены еще с интернетом, умеют пользоваться. Они смогут прийти к инфикиоску и записаться. Здесь я сейчас немножко уменьшу масштаб, но никакого синего фона, конечно, инфикиоски не будет. Сейчас у меня выглядит экран так, потому что у меня не инфикиоска, и другое разрешение у ноутбука. Запись на прием. мы также можем выбрать клинику, выбрать врача, выбрать услугу, выбрать желаемую дату, интервал времени. По этой выборке нам будет показан врач конкретный и записаться на талон. Для клавиатуры, причем мы предусмотрели две раскладки, но QWERTY это для всех пользователей активных, кто умеет и вслепую печатать, или просто быстро печать, ну и знаком, достаточно долго работает за компьютером, знаком с раскладкой QWERTY. Есть пользователи, которые практически никогда ничего не видели, и очень с трудом с компьютером общаются, то мы предусмотрели раскладку клавиатуры в алфавитном порядке. Ну, так им легче. Но с этой раскладкой интернет-пользователи, продвинутые пользователи, обычные пользователи, компьютеры, конечно, с трудом работают, потому что немного непривычно. Проверку мы здесь отключили, готов талон, мы можем его распечатать, можно изменить свои личные данные, если мы что-то не то ввели или ошиблись. Так, я случайно ушла из записи, поскольку здесь клавиатура, но в любом случае, то есть можно отменить и на любом шаге. Также есть возможность выбрать своего уже знакомого врача, переключиться на вкладку «Все врачи», когда мы знаем точно своего врача. Вот здесь как раз тоже в инфекиоске поддерживаются два сценария. запись на какую-то дату определенную, либо к своему уже знакомому врачу. Это тоже важно, потому что мы встречали решение, когда нужно опять-таки ходить зад-вперед, если нужно записаться, например, на 25 мая, и у каждого врача выискивать, а работает ли он. И опять-таки, если это клиника, где всего несколько врачей, сценарий сработает, если большой центр, сценарий работать не будет, пользователь, если из первых трех врачей не найдет своего времени и даты, то он просто уйдет. Поэтому мы смотрим на тему в инфекиоске. Мы можем, допустим, изменить. Мы еще телефон захотели ввести. Можем также изменить и откатиться на любую услугу, то есть продолжить выбор. Можем специальность, ну и так далее. То есть таким образом мы получаем еще один сервис, который позволяет пациенту создать дополнительный комфорт. Можно выбрать время, можно найти услугу, можно все отфильтровать. И также требования к инфекиоскам важны. Инфекиоск, по сути, это такой же компьютер, только немножко у него другой корпус. Там внутри такой же системный блок, такой же жесткий диск. Также включается клавиатура для настройки, открывается браузер и запускается сайт, поскольку у нас именно веб-решение для инфекиоска. Можно поставить термопринтер для печати. Лента у нас 80 мм, мы под эту ширину рассчитывали талон. Есть требования по рабочему разрешению экрана. Они у вас на слайде. И также у нас есть партнер, который помогал, принимал участие в тестировании. Это компания «Алника» московская. Также можно обратиться за консультацией по отбору инфекиоска. Инфекиоски сейчас позволяют добавлять в свой состав все что угодно. Можно ставить второй экран с рекламой, можно ставить там чуть ли не сканер, и все что угодно. То есть можно использовать еще и как источник рекламы также. Мы рассмотрели сервисы для пациентов. и о том, что можно сделать для них удобно, как им можно помочь для решения тех или иных вопросов. А теперь мы рассмотрим вопросы автоматизации работы администратора. Для управления загрузкой врачей в административной части сайта можно настроить расписание сразу на несколько недель вперед, проставить интервал, привязать врача к разным подразделениям и также отправлять ему расписание на почту. Есть интеграция уже по умолчанию в коробочном решении с медицинской информационной системой 1С Медицина, которая позволит создать единую базу клиники, имеется документированное API и форматно поддерживаем обменом Меддмейл. Но так как у нас открытый код, если у вас есть другая медицинская информационная система, то с помощью наших партнеров возможны доработки и настроить обмен с любой медицинской информационной системой, у которой также есть открытый код. Участие на выставках к нам обращались клиенты, к которым была проблема, что медицинская информационная система, которую они используют, код закрытый, никаких данных оттуда получить невозможно. И задали вопрос, а как же с ней интегрироваться? Ну, в данном случае, наверное, ответ достаточно простой, что никак. Вот. Просить разработчиков системы, чтобы написали какой-то там, может быть, в этот интерфейс, и настроить обмен. Модуль управления оплатой, про который мы говорили, позволяет обеспечивать простое подключение платежных систем. То есть это вся интеграция уже есть в платформе. Здесь как раз используются интернет-магазины, все его возможности, маркетинговые инструменты, скидки, подарки, введение заказа, административные панели сайта, и другой функционал. Подключаться таким образом к платежной системе, составляется договор, производится ряд настроек. Самые простые настройки с Яндекс.Деньгами, там буквально заполняется одно или два поля, и все. И интеграция готова, то есть можно принимать оплату. И еще один важный момент для тех, кто управляет сайтом, это непосредственно управление сайтом. И мы сейчас постепенно подходим и скоро передадим слово Евгению, который нам будет показывать про все настройки и возможности готового решения. Мастер создания сайта, то есть пошаговый, вводятся контактные данные организации, то есть вводится лицензионный курс сначала, потом выбирается шаблон оформления, вводятся контактные данные, и в результате получается готовый сайт, вот тот, который мы с вами видели, с готовыми разделами, демо-контентом, то есть проект нужно будет доработать, либо заполнить своим уникальным контентом, он готов к запуску. Это значительно позволит сократить время на запуск проекта. Если разрабатывать с нуля все похожие сервисы, то такая разработка займет, наверное, где-то 4-6 месяцев, и то и более. Если запускать готовое решение, то запуск может занять 1-2 недели, но зависит, конечно, от масштабности проекта. Если это портал региона, понятно, что, наверное, подключение всех клиник за неделю вряд ли возможно, но в любом случае это будет также по затратам проще и доступнее, чем разрабатывать с нуля. Интерфейс управления сайта позволяет на лету править новости, любой контент, тексты, и также есть визуальный редактор. Все, наверное, привыкли к работе с текстовыми редакторами. Можно также настраивать тексты с помощью визуального редактора и достаточно понятные все функции, всем привычные элементы. Еще одна важная вещь, которая есть в нашей системе, это разграничение прав доступа к контенту, к разделам, то есть менеджеры или контент-менеджеры, которые отвечают, например, за раздел новости, объявления. Это могут быть одни лица. Те, кто ведет каталог услуг, прочесть, странички обновляют, это могут быть уже другие участники. Таким образом можно настроить права конкретно под индивидуально ваши требования. Любые совершенно возможности. Можно пользователям давать права, тоже к разным разделам. Если есть, например, бывают такие порталы, когда заходишь и для врачей, и для пациентов. То есть пациенты получают доступ только в свои сервисы, а врачи получают только в свои. И теперь я уже передаю слово Евгению Мамаеву. Он нам расскажет про настройки административной части сайта, о том, как на лету управлять контентом, создавать новые разделы. И мы прям пройдемся плотно по настройке электронной регистратуры, добавить врача, услугу, клинику, привязать врача к подразделению, задать его график работ и посмотреть все это на сайте, в мобильной версии и на инфекиоске. Убедиться, что действительно во всех этих трех интерфейсах все работает, все настроено, появляются новые данные, и пациент спокойно запишется. Так, за одну секундочку я сейчас переключу на Евгения. Евгения, я передаю вам экран. Здравствуйте. Для начала рассмотрим вопрос установки самого решения. После того, как вы установили саму CMS Bittrex, вы можете на странице решения, например, нажать кнопку «Попробовать» и ввести адрес вашего сайта. у меня, допустим, это локальный сайт на локальном сервере. После чего откроется ваш сайт. Ошибся немножко в адресе. Ну, так как у меня демонстрационная версия, естественно, пишет лицензия не найдена. Когда будет введен ключ, то тут появится нужное решение, его можно будет скачать, установить и дальше запускать мастер настройки и установки сайта. Теперь давайте рассмотрим простые настройки сайта. После того, как вы установили, вы можете посмотреть по демонстрационному контенту, что можно, что есть, какие разделы. Разделов достаточно много. Чтобы заполнять уже конкретно ваши данные, в принципе, есть два варианта. Если вас устраивает структура разделов, вы можете просто изменить. Например, заходим в раздел «О клинике». Тут есть демонстрационные данные. Нажимаем «Изменить страницу» в панели управления. Так. «Секунду». «Отдь». «Отдь». Нажимаем «Изменить страницу» и получаем визуальный редактор. Тут меняем что-либо, допустим, удалим этот абзац. Сохраняем. Как мы видим, страница изменилась. Если вам нужно создать новую страницу, в панели управления есть соответствующая иконка «Создать страницу». То есть вы кликаете туда, вводите страницу, вводите имя файла, если нужно. Можете сразу добавить ее в меню. Допустим, добавим ее после фотогалереи, точнее, перед фотогалереей. Можно ключевые слова сразу написать, описание страницы. После всего этого можно приступать к редактированию. Вот, как видим, появилась новая страница, она появилась в меню, она появилась в плывающем меню. Точно так же можно создать какой-либо новый раздел. Допустим, вам нужен раздел с акциями. Добавим его последним пунктом. Тут можно сразу, допустим, акции у вас хранятся в каком-либо инфоблоке, и вы можете сразу отсюда разместить, скажем, компонент новостей. Тут можно его настроить. Давайте, так как нет инфоблока акций, покажем просто новости. Вы выбираете нужный инфоблок, выбираете количество новостей, в данном случае акций на странице и другие настройки. Сохраняете. Вот, вы получили новую страницу, она также добавилась в меню. Заголовок в данном случае устанавливается компонентом. Это можно отключить. Так. Для этого служит специальная настройка «Устанавливать заголовок в странице». Да, вот она. Убираем. И получаем тот заголовок, который вы ввели при создании раздела страницы. Вы можете изменить, в данном случае, до новости. Если нашли какую-то ошибку, опечатку, нажимаете «Изменить новость», и открывается ее редактирование. Можно изменить начало активности, сменить картинку. Можно изменить текст. Текст меняется в разных режимах. Это может быть в том числе визуальный редактор. Чтобы добавить новость или какой-либо другой подобный элемент, есть соответствующая кнопка для добавления. Тут открывается точно такой же интерфейс. Вы вводите данные, вводите описание. Сохраняете. И новость появляется. Ну, так как она без картинки и без даты. Давайте поставим дату. Как видите, можно все менять. Теперь давайте поговорим о работе с расписанием. Расписание затрагивает следующие разделы и блоки с сайтом. Во-первых, оно влияет на блок «Сегодня работают» на главной странице с сайтом. Оно влияет на специалистов в клинике. У каждого специалиста, если у него создано расписание, то будет выведена соответствующая кнопка. Кнопка «Редактировать» доступна только для администратора, для других пользователей. Она скрывается. Какие объекты вообще участвуют в создании расписания? Во-первых, это клиники. С ними можно работать в административной части сайта. Это тип инфоблока МО-организаций. Как мы видим, в данный момент у нас есть две категории клиник. Это косметология и поликлиники. И в каждой из них есть по одной клинике. Если мы перейдем в запись на прием, то мы увидим две эти категории. Такое заполнение с категориями нужно именно для работы модуля карт. В принципе, он поддерживает показ без категорий. Если показать списком, мы видим эти две клиники. И внутри уже идут подразделения. Подразделения хранятся в соответствующем инфоблоке подразделений. Подразделения создаются с помощью разделов инфоблока. Они могут иметь древовидную структуру. То есть, как вы видите. Если у подразделений есть свой адрес, то есть, если он отличается от адреса клиники, тут мы не увидим. Допустим, это, например, терапевтическое отделение. Как видите, у нее заполнен свой адрес, соответственно, свои координаты на карте. Оно относится к организации амбулаторно-политоклиническое учреждение. И, соответственно, на карте оно показывается как один из филиалов вот этой самой организации. Соответственно, туда можно записаться, можно сказать, что отдельно, то есть, при записи вы будете видеть только специальности, только врачей и услуги, относящиеся к этому конкретному филиалу. У врачей также есть специальности. Это обычные элементы инфоблока. У специальности задается, к какой клинике она относится. Можно установить, что это популярная специальность или нет. В записи это будет в блоке популярной специальности. В стандартном решении не выведена сейчас такая настройка. Но также есть настройка названия в множественном числе, можно вывести. И настройка, что можно выводить вне алфавита. То есть, вне алфавита это имеется в виду на вкладке врачи, на вкладке записи по врачам. Все врачи группируются по специальности. Эти специальности отсортированы по алфавиту. Но некоторые можно вывести вперед. они будут вне алфавита. То есть, терапевты они могли бы быть где-то там далеко. Но, допустим, это популярное направление для записи вашей клиники. Вы их выводите вперед. Сами врачи это обычные пользователи сайта, принадлежащие группе сотрудники. Как мы видим сейчас в демо-версии 127 сотрудников. Вот они все. У сотрудника заполняются фамилии, имя, прочие данные. И на вкладке «Дополнительные поля» он прикрепляется к какому-либо подразделению. Ему можно поставить услугу по умолчанию. То есть, услугу, которая будет автоматически выбрана при записи к этому врачу из всего списка. и специализация на прием. То есть, как раз то, что показывается в записи. Так. Давайте, допустим, создадим новую организацию. с этим это будет новый раздел стоматологии. Так. Создадим организацию. Допустим, так. Идем адрес произвольный. сохраним. При сохранении автоматически происходит поиск координат и они устанавливаются. Координаты ищутся по указанному адресу. Теперь перейдем к записи на прием. Данные кэшируются. А. Еще, чтобы организация появилась в записи на прием, нужно установить галочку, что она участвует в электронной регистратуре. как мы видим, появилась новая категория, появилась новая организация. Так как там сейчас нет ни врачей, ни подразделений, то при записи покажет, так а нет, интересно. Вообще, должно было показать, что ничего не найдено. Судя по всему, в решении есть небольшая ошибка. поправим в ближайших обновлениях, если действительно ошибка. Да. Поправим. Допустим, создим новое подразделение. создадим специальность стоматолога, если ее нет. Так, ее нет. ну и какого-либо пользователя, какого-либо врача, допустим, Ксению, припишем к стоматологии. Устанавливаем подразделение, устанавливаем ей специальность. обновим страницу. Вот. Мы видим, что есть специальность стоматолог, есть врач, которого мы туда приписали. Услуг нету. для того, чтобы создать расписание для врача, нужно перейти в раздел настройка электронной регистратуры. И здесь выбрать расписание услуг. Выключим режим правки, чтобы не мешался. Здесь мы выбираем врача. Врачи сортируются по клиникам. выбираем нужного врача, для которого нужно отредактировать или создать расписание. Вот. У этого врача, допустим, идет запись по талонам, по талонам 5 дней в неделю. Пустим, в четверг мы хотим поставить ему живую очередь во второй половине дня. для изменения дня есть соответствующая иконка редактирования. Выбираем период времени, нажимаем изменить и меняем тип приема на живую очередь. На второй вкладке можно указать, какие услуги этот специалист оказывает. Тут также можно фильтровать, если услуги привязаны к какой-либо организации, то есть в инфоблоке услуг. в инфоблоке услуг есть соответствующая привязка к организации, привязка к подразделению. В редакторе можно отфильтровать по привязке к конкретной организации, можно отфильтровать по классификатору. Мы поменяли, расписание сохраняем. Как видим, второй период изменился, у нас есть выбранная нами услуга, есть тип приема, закрываем, после перезагрузки страницы мы видим, что в расписании, в таблице расписания этот период тоже изменился. Смотрим, на следующей неделе у нас идет запись по талонам, как раньше, но, допустим, мы хотим новое расписание применить и на следующей неделе. Для этого есть соответствующая кнопка копировать копирование недели. Тут мы можем выбрать дату, точнее, неделю, начиная с которой будет копироваться. Можно копировать на каждую неделю, можно копировать через одну, если, допустим, двухнедельное расписание, мало ли. Можно копировать на несколько недель подряд. Посмотрим, скопируем на три недели подряд. Смотрим, листаем недели. Вот. Первая, вторая, секунду. Извиняюсь, так, и третья неделя, на которую мы скопировали. Дальше пойдет расписание, которое уже было составлено, то есть запись по талону. можем посмотреть в записи на прием этого врача. Насколько я помню, он у нас в поликлиниках. Вот он, Астафьев. Попробуем записаться. Меняем услугу на ту, для которой мы создавали расписание живой очереди, и видим, что в этот период, в четверг, у него прием по живой очереди. для управления расписанием есть также другой вариант, это вы можете интегрировать сайт с медицинской информационной системой, в частности проверялась с медицинской информационной системой 1С поликлиника, 1С больница, также некоторые другие миссы делали интеграцию с этим решением. Для того, чтобы настроить интеграцию, нужно для начала зайти в настройки модуля в сайт медицинской организации в административной части сайта и включить соответствующие настройки. Во-первых, включим обмен данными с мисс, во-вторых, включим автоматический обмен. Для настроек есть подсказки, например, автоматический обмен, он нужен для того, чтобы при записи на сайте информация о новом талоне автоматически поступала в мисс. Эта опция работает, если у мисс есть свой веб-сервис, настройки которого можно задать тут. Если веб-сервиса нет, то есть, соответственно, не указан его адрес, то просто данные будут выгружаться в виде файлов. Если, допустим, мисс мониторит какой-то каталог на сервере и забирает через файлы. Можем также включить логирование запросов, если только настраиваете или, допустим, если кто-то делает интеграцию с мисс и еще не уверен, что все будет правильно работать. Сохраняем. Как видим, настройки сохранились. с 1С наиболее популярен сценарий, когда сама 1С периодически выгружает расписание на сайт, а талоны сайт передает по мере их появления через веб-сервис. Давайте выгрузим расписание из 1С. тут есть настроен обмен данными через веб-сервис сайта, прописан адрес, в качестве адреса используется адрес сайта и скрипт MedML Service с параметром vsdl. Имя пользователя MedML, имя пользователя то, которое мы задаем вот в этих настройках и пароль соответственно тоже. Сейчас в качестве демонстрации оно идет без пароля. Можно проверить, что адрес идем правильно. Вообще 1С выполняет обмен периодически с помощью регламентных заданий, но чтобы не ждать, мы просто-напросто запустим сценарий обмена прямо сейчас. Обмен с сайтом выполняется. Так, все, задание выполнено, текущего числа появилась соответствующая всплывающая подсказка, что процедура выполнена. Давайте посмотрим на сайте. Посмотрим, например, записи на прием. Тут одна из организаций, которая была настроена как по умолчанию, заменилась на присланную из 1С нашу фирму. Если посмотреть в инфоблоке, то мы увидим, что были созданы две организации. так, чтобы они отображались на карте, при данных настройках нужно, во-первых, ввести адрес и, во-вторых, поместить организацию в соответствующий раздел. Допустим, сейчас это будет поликлиники. Давайте перенесем. Обновим страницу. Вот. Как видите, уже две организации, в том числе диагностический центр. Давайте запишемся на прием. Как видите, тут уже свой набор врачей. Так как этим врачам не присвоена специальность, то они все, во-первых, в вкладке специальности у нас нет, во-вторых, все врачи сортируются также по лафовиту, но по должности. В демоданных 1С все должности идут как врач такой-то, 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 поэтому все на букву В. Соответственно. Вот мы видим услуги, видим, что выгрузились также цены на услуги из 1С. Давайте запишемся, например, Ковнину. У него, похоже, нет расписания. давайте проверим. есть ли вообще так. Есть расписание только на одну неделю, на последнюю. в 1С расписание задается в графике работы врачей. То есть с помощью сайта мы сможем проверить фактически все ли хорошо у нас медицинская информационная система, если у нас месяц заканчивается, а на следующем месяце нет расписания, пользователь на сайте ничего не увидит. Мы как раз сейчас в этом убедились, это тревожный звонок, и как раз с помощью сайта можно проверить корректное заполнение медицинской информационной системы. Да, бывают такие ситуации, когда в регистратуре могут полениться и не заполнить расписание, не через сайт, если работают с помощью средств сайта, не в МИС, и, соответственно, расписания не будет. Да, и клиника будет терять в такой ситуации, конечно, своих пациентов, такого тоже быть не должно, но поэтому за этим тоже важно следить. Так, давайте запишемся на прием. Как видим, при записи на прием показывается время, показывается, к кому мы записывались, куда, в какую организацию, и, если услуга платная, то показывается стоимость. обычно при записи на прием, если нет интеграции с МИС, то устанавливается статус в обработке. Если есть интеграция с МИС, то талон автоматически отправляется в МИС, и МИС либо подтверждает, либо отменяет талон. Как вы видите, МИС в данном случае подтвердила. Видим номер талона, можем в управлении талонами, допустим, посмотреть, впрочем, тут один талон искать нечего. Талон подтвержден. Пациент сам может посмотреть на странице МИИ талоны, ну или туда же можно перейти по этой ссылке. Вот его талон, он может оплатить. Для оплаты используются стандартные возможности интернет-магазина, если вы используете редакцию бизнес, если же решение у вас работает на редакции эксперт, то возможности оплатить не будет, но стоимость платной услуги выводиться может. Да, немножко подробнее об этом моменте, если вы используете редакцию бизнес, то инфоблок услуг у вас является торговым каталогом. Вы можете видеть, что он помещен как торговый каталог, соответственно, для услуг любых при редактировании можно ввести стоимость услуги на соответствующей вкладке. Вот это, допустим, в этой услуге стоимость не указана. Если же вы работаете на редакции эксперт, то есть инфоблок предложения, где точно также можно установить какие-либо цены для нужных услуг. То есть для этого создаётся предложение, оно привязывается к какой-то конкретной услуге и вводится цена. Так, мы с вами включали логирование запросов, соответственно, можем посмотреть, что уходило и приходило в мисс и из мисс соответственно. Все эти логи сохраняются в папке upload, medml, debug. Так как идёт работа через веб-сервис сайта, то все запросы к веб-сервису сайта сохраняются вот в эту папку. Об этом есть подсказки к настройке логирования. Здесь мы можем увидеть zip-от фрактив с данными о расписании. Если мы откроем, то вот все данные, которые были переданы сайту. Вот мы видим организации, наша фирма, эко-диагностический центр, который сейчас есть на сайте. Тут можно посмотреть исходящее сообщение о записи на приём. После того, как мы записались, в МИС был отправлен соответствующий документ с информацией о пациенте, с информацией о времени записи и со статусом заказанных. МИС проверила и ответила аналогичным документам, только статус был уже подтверждён. Эта же информация передастся в инфекиоск, если он установлен. И эта же информация также о всех услугах будет доступна и в мобильной версии. Что ещё нужно рассказать? Можете показать инфекиоск, что мы сейчас добавляли, что там это тоже появилось, потому что организации по-разному используют наши решения. Кто-то говорит, что у них есть сайт, у них всё прекрасно с сайтом, но их интересует инфекиоск, и они ставят модуль записи, и... Пожалуйста, в инфекиоске мы видим новый список организаций. Так как 1С передаёт полные данные, то старые настроенные данные деактивируются, это можно посмотреть в административной части сайта. Старая клиника она неактивна просто. Ну, чтобы тут всё корректно работало, нужно настроить специальности для врачей. Так как сейчас у нас есть список специальностей, интерфейс инфекиоска рассчитан на сценарий записи через специальность, если эти специальности не настроены, то, соответственно, через него записаться не получится. вот мы видим новых врачей, можно посмотреть на вкладке док-поля, специальность у них не установлена. Да, установим. Давайте, ну, допустим, инфекционист. так, выйдем из записи, чтобы данные обновились. подразделения у нас установлены. Так, так, В каких настройках еще не хватает после импорта демонстрационных данных? Давайте посмотрим, какого пользователя мы меняли. Это Петухов. Все понятно. У него просто нет расписания. То, о чем мы говорили, это наслечение графиков работы. Да, то есть мы снова попали в ситуацию, когда администратор сайта вроде все сделал правильно, человек, который отличается именно за контент, но выяснилось, что предыдущий ответственный за расписание его не занес. И получается ситуация, что человек настраивает и думает, что, наверное, система что-то сломалась, что-то не работает. Сказался именно человеческий фактор, что не было заполнено расписание. Вот снова мы проверили, что опять мы видим, что с нашей медицинской информационной системой не все в порядке. У нас был запуск проекта, наши партнеры рассказывали, они внедряли в клинике имени Сечина им запись на прием, и там главврач смог увидеть, после занесения всех услуг врачей, увидел многие дыры в этой расписаниях, что не все услуги оказались добавлены, не все врачи попали в медицинскую информационную систему. Мы вот таким образом с помощью сайта ввели порядок в сетке графика работы врачей. Вот у нас услуги появились. Мы поставили специальность, правда, нужно было другую, но это для демонстрации не так важно. Мы поставили специальность специалиста, у которого есть расписание. Интересно, почему-то он не найден. Что-то тоже не сработало. Ну, наверное, я сейчас немножко расскажу дальше про безопасность и скорость работы сайта, а Евгения в этот момент пока посмотрит настройки, и потом снова переключимся, и мы покажем настройки интер-инфикиоска. Небольшая техническая заминка произошла, но она поправима. Итак, кроме... После того, как мы все настроили, мы заполнили контент, создали сервисы и разделы, важно уделить внимание производительности и безопасности работы сайта. То есть обеспечить, если это проект нагрузочной работы под большими нагрузками, это важно также защитить проект от вирусов и сетевых атак, и у платформы открытый код, то есть, возможно, любые доработки. Если что-то в готовом решении не устраивает, вы хотите интегрировать свои шаблоны дизайна, создать какие-то свои сервисы или доработать, то это все возможно, код открытый, своими силами, своих разработчиков или с помощью партнеров можно организовать такие доработки. У нас есть их поддержка и, как я и говорила, платформа сертифицирована. Есть специальная технология «Композитный сайт», которая позволяет повысить отклик сайта, тем самым обеспечив им лучшее разжирование в поисковой выдаче и повысить конверсию. Технология устроена таким образом, что выделяются специальные динамические области, статическая страничка отдается пользователю сразу в виде HTML, а динамические области незаметно подгружаются с помощью iAX. Таким образом, пользователь всегда мгновенно получает доступ к контенту. В конце прошлого года вышел новый сервис «Скорость сайта», который как раз позволяет замерить и понять, все ли хорошо с нашими страницами. Показывает время отклика страницы, и мы можем понять, что если это до полсекунды, то с проектом все хорошо, страница грузится быстро, и проблем у пользователя не будет. Мы не потеряем посетителей, и с сайтом все хорошо, и цель маркетинга будет достигнута. Если страница грузится медленно, мы увидим это на шкале, у нас наш указатель покажет, например, какие-то медленные цифры, и у нас также к нам обращались клиенты с проблемой, что был высоконагруженный проект, и после нескольких часов работы браузером просто вырубался браузер. И в недоумении клиент написал, что, наверное, у вас какие-то проблемы серьезные с платформой, мы провели диагностику и нашли в футере замечательный слайдер, который показывал логотипы партнеров. Слайдер, к сожалению, имел некорректный код, получались зацикленные скрипты, в результате которых просто количество партнеров там было большое, но через 4 часа там астрономические цифры получались этих баннеров, и просто, конечно, нагрузка, браузер не справился с этой нагрузкой. Мы написали рекомендации, просто, что нужно изменить, точнее, полностью с нуля его переписать. После работы заработчики, которые делали, или они были переданы другим, проект стал работать, летать, и проблем у клиента не возникало. Также в платформу включен модуль проактивная защита, который позволяет защитить ресурс от атак, содержит различные технологии, и постоянно этот модуль совершенствуется, выходит обновление. У нас есть специальный отдел безопасности, который следит за этим модулем, за угрозами в сети и реагирует на те или иные изменения. Есть такая технология, как облачный бэкап, резервное копирование сайта. Но есть стандартные примеры, когда запускается проект, и клиент, или на деле сайта думает, ну, резервная копия, это я потом когда-нибудь сделаю, сейчас я там запущусь, и потом будем разбираться. И наступает момент, особенно если какой-то такой проект масштабный, вдруг все падает, резервной копии нету, и что же делать? Пока все там восстановились, где-то она, конечно, есть у разработчиков, какой-то старой версии, там, трехмесячной давности, и очень такая нехорошая ситуация, в которую, конечно, никто не хочет попадать. Потерять за это время можно очень большое количество денег, поэтому, конечно, нужно делать всегда, обязательно должен был бэкап. Если это масштабный нагрузочный проект, то у одного бэкапа мало, нужна развернутая запасная среда. В случае, если с основным проектом что-то, ну, бывает, что если хостится там, допустим, в каких-то облаках сайт, и бывают доступы иногда проблемам, мы знаем, что там или в Амазоне, или это Azure, там, бывают какие-то небольшие, ну, могут быть, да, проблемы технические, то быстренько переключиться на другую зону, но это действительно всегда нужно об этом помнить, и делать это все заранее, до запуска проекта, когда все потом рухнет, и непонятно, что делать. Система обновлений доступна также в административной части сайта, и там был вопрос, я чуть позже на него отвечу, что делать, если старая версия, какие обновления будут доступны. Версия там, по-моему, 12.0, обновления будут доступны все, какие сейчас выкатились, я чуть позже расскажу, какие именно, и как, что нужно с этим делать. Также у нас есть служба техподдержки, можно направить любые запросы в форму на сайте, и создается обращение автоматически, которым вам отвечает. Но есть клиенты, которые нанимают партнера, партнеры также оказывают услуги по такой же прям поддержке в режиме онлайн, с звонками, с какими-то большими просьбами, также можно обращаться и к партнерам для более такой внимательной, более тщательной поддержки. Если на вашем проекте требуется повысить квалификацию сотрудников или обучить их, у нас есть курсы и для контент-менеджеров, и для разработчиков. Есть бесплатный онлайн-курс для контент-менеджеров, для разработчиков есть различного рода сложности курсов, начиная от базовых навыков программирования на PHP-Bitrix, базовое администрирование и более сложных курсов, более высокие уровни. При разработке также, когда вы заказываете проекты у подрядчиков, требуете с них сертификаты, требуете сдачу проекта по монитору качества. Это специальный сервис, который есть в платформе, который позволяет также выявить проблемы, что с проектом не так, проблема в хостинге, проблема в коде, и поправить тот участок, который является проблемным. Как мы и рассказывали, после того, как сайт запущен, убирается все ненужное, заполняется своя информация, и можно дорабатывать любого рода сервисы, или какие-то, вносить изменения в шаблоны, в дизайн и так далее. Компания 1Bitrix сама не внедряет сайты, мы производим, компания-производитель, разработчик платформы, и также разработчик готового решения, решения уже внедряют наши партнеры, и непосредственно внедрение в разработку заказывать можете у них. Есть еще сервис Marketplace, это сервис, в котором можно купить различные уже готовые решения, могут сложить дополнительным украшением для сайта. То есть это может быть кальпулятор расчета услуг, обратный звонок с сайта, или еще какие сервисы, их там множество, можете посмотреть и, может быть, что-то выбрать. Решение у нас сейчас продается также через Marketplace, это дает возможность выбрать любую платформу, то есть можно стартовать с базового функционала, у нас функционал доступен в зависимости от вида лицензии, для младших лицензий старт, стандарт, доступна базовая версия, сайт-визитка, без онлайн-записи, без видеоконсультации, без оплаты и без инфокиоска, мобильная версия есть. Расширенный функционал доступен для редакции «Эксперт» и «Бизнес». «Бизнес» в самой полной редакции включает оплату услуг на сайте и видеозвонки. Для эксперта видеозвонки и оплата недоступны, но поскольку в «Бизнесе» есть модули интернет-магазина. Простые переходы между редакцией. Проект небольшой начал развиваться, можно перейти на более старшую редакцию в любой момент. И есть подробная документация. По стоимости у нас с 1 мая произошло изменение в ценовой политике, и теперь базовая редакция стоит от 21 900 и расширенная от 64 900. Есть еще редакция, раньше была редакция «Веббастер», сейчас она называется «Энтерпрайз», которая включает в себя сопровождение крупных проектов. Стоимость там достаточно большая, и также можно познакомиться с этой услугой, если действительно проекта культуры регионального масштаба, и нужно сопровождение проекта, проработка архитектуры совместно с нашей компанией. Есть еще один продукт, который может быть полезен в сельском учреждении, это внутренний портал «Битрикс24». Многие, я думаю, уже знакомы с этим сервисом, который позволяет организовать процессы внутри компании. Совместная работа над задачами, проектами, чаты, видеозвонки, живая лента, все объявления, все сообщения, все сотрудники всегда будут в курсе компании, независимо от того, где они находятся, в одном офисе или в разных городах. Есть CRM, есть телефония, календари, можно планировать встречи, совещания, собрания, планерки, есть «Битрикс» здесь, обеспечить таким образом единое хранилище документов и совместную работу над документами. Таким образом, у нас два продукта, с помощью которых можно быстро запускать проекты, это сайт медицинской организации и внутренний портал. Я еще сейчас немножко покажу, что и где можно посмотреть. «Битрикс» на сайте из чего-то. «Модуль карт». У меня это тестовая ссылка. Есть разные режимы. Он может использоваться и для медицинских организаций, и совершенно в любых проектах. То есть, например, есть режим с категориями объекта на карте. Мы видим различные. Есть категория, подкатегория, то есть различные уровни вложенности. Есть кластеризация объектов. При изменении масштаба у нас появляется маркер с радиусом, в котором показывается количество объектов. Масштаб увеличивается, мы их уже детально различаем. Можно приложить маршрут. И также у нас два интерфейса «Окварт». Это обычный режим, режим скользящих панелей. Используются плавающие панели для двухуровневой вложенности. И предназначены для работы с большим количеством объектов. Более удобно работать, поскольку панели легко перемещаются между собой. И мы видим, что справа появляется поп-ап с информацией об объекте. Здесь можно дать больше информации. То есть если у вас действительно какая-то большая сеть, то вы можете выбрать другой режим работы карты. Но вот так устроен наш модуль. Есть специальный раздел на сайте про модуль. И там можно уже посмотреть подробно все возможности, настройки. Также в пункте меню «Решения» есть решение для здравоохранения. И подробное описание сайта медицинской организации. Новая версия, документация. Сайт доступен у нас. Покупка в маркетплейсе. И мы сразу перешли в корзину. Если не в корзину, то в отраслевых решениях можно посмотреть. И как раз выбрать ту редакцию, которая будет интересна. Базовая или расширенная. Онлайн-демо – это наш постоянный тест. Он всегда работает. Можно посмотреть. Доступна мобильная версия. В футере можно найти. Инфокиоска. Слэш-информат. Сервис bitrix24.ru. Тоже подробная информация. Можно регистрироваться для 12 пользователей бесплатно. Вот еще одна ссылочка. Это Google Webmaster, где мы можем проверить наш сайт. На то, все ли с ним хорошо с точки зрения мобильной версии. Мы вводим адрес и анализируем. Также можете проверить и свой проект, и убедиться в том, что с ним все в порядке, или наоборот получить информацию, что что-то не так. И тогда необходимо, если у вас действительно аудитория вся приходит с мобильных устройств, то срочно необходимо эту проблему устранить. Документация у нас доступна. Есть руководство по продукту. Здесь подробно указаны все настройки, установка, какие разделы, как что настраивается, обмен с миссом, настройка карты. По карте тоже есть документация, есть документированная API. То есть продукты представлены, и также можете обращаться с вопросами, если есть какие-то вопросы по настройкам, по предложению о том, что решения не хватает, или что-то стоит улучшить. И сейчас мы подойдем к ответам на вопросы. Евгения, а у вас получилось там? Да. Когда мы пробовали посмотреть запись через информат по выгруженным данным, мы натолкнулись на сочетание двух факторов. Во-первых, расписание было в 1С создано только на апрель, а сейчас как раз последний день апреля. Во-вторых, у информата сейчас такое ограничение, что он не показывает расписание на текущий день. Смотрите, я в 1С продлил график, создал график 2х2 на следующий месяц, на май, выгрузил это на сайт. И давайте зайдем снова в информат. Можно посмотреть в редакторе расписаний, выгруженный график. Вводим диагностический центр, невропатолог, я поменял специальность у врача. Убираем услугу. И мы видим, что на текущий день расписание недоступно, а расписание на следующие даты, оно есть. То есть мы навели порядок, теперь пациенты смогут записаться. Мы нашли ошибку, увидели, что не все хорошо вниз. Поправили там. И получили полноценную запись. Печатать не будем. Вот у нас создался новый талон. Можем зайти в управление талонами. И увидеть, что он есть. У нас есть несколько вопросов от Алексея Орлова. Каким образом происходит регистрация пользователя на сайте, у нас что-то не проходит письма через форму обратной связи, если пользователь не является зарегистрированным? Регистрация происходит... В принципе, есть два пути у пользователя зарегистрироваться. Либо кликнуть на соответствующую ссылку регистрация в окне авторизации и ввести данные. Либо, если он записывался на прием, то, как вы видели уже, когда демонстрировала Надежда, там есть соответствующая галочка при записи. Зарегистрироваться для быстрой записи в будущем. Если у вас не приходят уведомления, вы можете написать техническую поддержку, мы проверим. Вообще, они должны приходить. Приходите. Так, еще вопрос про... Сейчас я переключу обратно. Просто два года назад был приобретен минимальный по стоимости пакет. На данный момент версия 12.03. И доступны ли сейчас какие обновления без оплаты и какие обновления будут доступны при продлении техподдержки. На нашем сайте есть такой раздел, который называется «Новая версия сайта». В смысле, «Новая версия» пункт меню «Решение». Вкладка «Новая версия». И внизу у нас есть ссылки на предыдущие версии, то есть 14.0 и 3.0. Можете посмотреть новинки. В 14.0 у нас вышли новые записи на прием, улучшенные. NF-киоск. В 3.0 этот модуль перешел в Marketplace. И вам необходимо будет купить на вкладке «Купить решение для здравоохранения». Переход на новую версию модуля. Потому что сейчас у вас дистрибутив, а вам нужно будет перейти на наш новый тип лицензии. Здесь есть подробная информация в пункт главного меню «Купить». Решение для здравоохранения. Вкладка «Продление». Здесь как раз «Продление» для владельцев старой лицензии. Переход на редакцию «Старт» плюс модуль Marketplace. Стоимость 60% стоимости этих двух лицензий. Насколько я понимаю, базовый функционал. То у вас просто будут доступны те обновления платформы и те улучшения, которые мы делим с точки зрения самого проекта. Все новинки в плане записи на приемы, видеоконсультации, модуль «Интерактивная карта». Они будут доступны, если вы перейдете уже после этого со старта на «Эксперт». Если вам это интересно, вам нужны эти сервисы, модуль «Карт». Есть в описании решения таблицы «Сравнение» редакции, где описаны сервисы. И вы можете посмотреть, какие сервисы вам интересны. Тогда осуществить переход. Но обновление, Евгений, вы теперь нам расскажите, как правильно перенести обновление, при этом не уронив проект. Ну, во-первых, нужно сделать резервную копию сайта. На случай, если что-то пойдет не так, чтобы можно было восстановить его работоспособность в прошлой версии. Во-вторых, вообще обычное обновление остается через стандартную систему обновлений. То есть для владельцев версии, которая уже в Marketplace, это обновление делается на вкладке Marketplace, обновление решений. Вам экран нужен для показа? Так, ну так как у меня демо-версия, то мне, естественно, ничего не предложат. Вообще, это делается в административной части на вкладке Marketplace, обновление решений. Тут у вас будет в списке ваше решение, ну, либо на вкладке список обновлений будет сразу показано, для каких модулей доступны обновления. Другая ситуация – это переход со старой версии, которая выпускалась еще дистрибутивом, на новую, которая идет в Marketplace, как раз о которой спрашивали. Тут более сложная ситуация, и я бы посоветовал написать техническую поддержку, чтобы мы могли помочь провести переход. То есть, какие риски, какие еще вопросы? Иногда бывает, что клиенты кастомизируют свои шаблоны, и как вот здесь с обновлением? Также на бэкапах, конечно, делать, и потом все-все-все проверять, и переносить те изменения, которые были, в новую версию. Правильно? Ну, тут очень зависит от того, какие изменения клиент вносил. Если меняется просто внешний вид самого сайта, клиент, в принципе, он может изменять тот же самый шаблон. Если мы посмотрим по файловой структуре, в папке с шаблонами, сейчас используется шаблон по умолчанию Beauty S1. Вы можете, конечно, менять его, но если, допустим, выйдет новый шаблон для решения, вы захотите его попробовать, вы установите его через мастер настройки сайта, который можно запустить с панелью управления. Он вам, допустим, не очень понравится, решите перейти к старому, и если также через мастер вы попробуете переключиться на старый, то ваши изменения могут потеряться. Поэтому для кастомизации я бы советовал менять имя папки с шаблоном. При просто обновлениях это обычно не критично, так как при обновлениях мы стараемся не затрагивать шаблоны, чтобы как раз-таки возможные пользовательские изменения не затерлись. Ну и, да, конечно, перед кастомизацией, если что-то, мало ли, будет сделано не так, желательно иметь резервную копию. Резервная копия делается стандартными средствами сайта. На вкладке «Настройки», вкладке «Инструменты» есть пункт «Резервное копирование». Здесь можно создать копию сайта и потом развернуть ее. Если копия сайта создавалась не в облаке, то разворачивать нужно было через файл «Restore.php», который можно скачать по этой ссылке на странице списка резервных копий. В общем, там больше ничего я на эту тему сказать не могу. Спасибо. Где можно скачать документацию? Сейчас я покажу еще раз раздел. Ссылки на документацию доступны на странице решения. Да, на странице решения, совершенно верно. Есть страничка «Маркетплейс». В футере есть ссылка на базовый расширенный функционал. И также на нашем сайте вкладка «Решения», «Решения злевых хранений», сайт медицинской организации. Есть кнопка «Документация». Вы также можете здесь скачать. Есть еще страничка «Промедицинский портал». Здесь как раз возможности построения архитектуры и подробнее есть про лицензию «Энтерпрайз». Ссылка и описание о том, что это за лицензия, какие туда входят сопровождение проекта, какие услуги, кто является клиентами. Здесь тоже можно посмотреть. Техподдержку, вкладка «Помощь», «Поддержка обучения». Можно задать вопрос, задать обращение, если есть какие-то проблемы или необходима консультация. «Может ли администратор регистратуры использовать веб-интерфейс, сайт для записи пациентов?» Спрашивает Кирилл Дробутов. Он может записать пациента как незарегистрированного пользователя, то есть просто зайти на сайт не под своим аккаунтом, если он у него есть, а просто как посетитель и запись на прием. Чтобы записать по своим аккаунтам, у нас готовится ряд доработок по рабочему месту врача. Такая возможность там тоже планировалась. Да, то есть чтобы было более удобно, мы сейчас это как раз обсуждаем и прорабатываем, а так можно... Ну, текущей реализацией мы понимаем, что не все идеально, но хотим это все лучше, создать более удобные интерфейсы. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если есть, то задавайте. Если вопросов нет, то вы можете задать их по почте. Благодарим вас за участие в вебинаре. Сегодня нас было не так много, но перед майскими праздниками благодарим, что вы смогли найти время и удивите внимание нашим решениям. Желаем вам успешных проектов, хороших праздников, выходных и ждем вас на следующих вебинарах. Спасибо за внимание. С вами были Надежда Шикина и Евгений Мамаев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok